всем привет тема сегодняшнего ролика как начать играть на гитаре когда ты уже взрослый или другими словами как научиться играть на гитаре по-настоящему хорошо если ты не начал заниматься этим с детства а пришел к этому более осознанном сознательном возрасте как начать этим делом заниматься и добиться каких-то серьезных результатов меня зовут александр фельдман я музыкант гитарист преподаватель основатель своей школы мне очень хочется поделиться с вами опытом и не просто на словах а сегодня я пригласил своего замечательного ученика дмитрий добрый вечер добрый вечер сегодня мы будем беседовать рассуждать на тему того как начать заниматься музыкой как продолжаете совершенствоваться дело в том что дмитрий занимается у меня уже четвертый год и поэтому есть уже о чем рассказать у нас будет такая атмосфера импровизации мы конечно подготовили какой-то план и сценарий будет много практических советов но в первую очередь хотелось бы вдохновить вас этим видео может быть это посмотрит возьмет гитару в руки и поймет что можно связать свою жизнь с этим инструментом начиная с любого возраста не обязательно вы станете профессионалом но она станет неотъемлемой важной частью вашей жизни через которую вы сможете реализовать какие-то свои творческие запросы как-то проявлять себя в этом мире в общем музыка станет вашим таким другом и начнем мы наверное с самого важного такого вопроса с чего вообще начать и как появляется мотивация к занятиям гитары как это было у вас начал я заниматься когда мне было уже 40 лет исполнилось пришел такой момент когда хотелось как-то этим начать заниматься и здесь наверное первым шагом было то что я подумал что можно купить какой-то инструмент не думал еще что про гитару я рассматривал как там фортепиано синтезатор кто-то еще там труба мне нравилось но на гитаре становился выбор потому что это такой достаточно компактный инструмент мобильный который можно с собой куда-то взять путешествие дома с ним легко это первое второе гитара она эстетически очень красивая это дерево это такая фактура но некое такое произведение искусства как долго зрела мысль занимались ну нету сложно сказать но тут наверное отчасти мест провоцировала что я когда ездил на работу у меня иногда путь проходил мимо гитарного клуба еще на старом месте еще до когда на кировичной улице и соответственно я там проезжал смотрел в витрины стоят гитары там красивые освещенные люди в магазине что-то выбирают но мне отчасти было как-то было страшновато зайти потому что ты когда никогда не занимался не умеешь играть ничего не гитарах не не понимаешь а тут приходишь в магазин из у тебя спросят там какую вам гитару там а ты не умеешь играть не знаешь вообще как как струны как ноты брать и то есть надо было немножко этой мысли робость в общем если ну отчасти да наверное в принципе я себе на день рождения решил сделать такой подарок купить гитару вот у меня выбор остановился мы как бы исходно был на классической испанской гитаре все-таки были какие-то у вас ассоциации с этим инструментом может быть какие-то музыканты которых вы слышали и хотелось сыграть как какой-то известный музыкант или вообще никаких ориентиров в свое время не очень высотки например нравился но это как такой на самом деле вообще мы не играли не играли да ну просто как такой образ с гитарой которую такие как бы песни поэт открытые откровенные с детства мне нравился очень жо да сэн тоже как такой образ гитарой он ассоциировался ну то есть можно сказать что мир классической гитары для вас начал раскрываться когда вы уже начали заниматься да то есть до этого я вообще даже не узнавал ничего про гитару а 2 ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК Вижу много учеников, в том числе взрослых, старше 30, старше 40, которые приходят, и они задают прямым текстом вопрос, а возможно ли вообще научиться, а стоит ли мне начинать. Я думаю, что это какое-то такое предубеждение. Я бы хотел в принципе развеять миф о том, что начинать во взрослом возрасте это плохая идея. Это очень хорошая идея, не у всех есть возможность, не у всех так сложилось, что с детства ты занимаешься музыкой. Поэтому, если желание есть, то надо пробовать. Почти у всех есть результат. Тех людей, которые нацелены, которые хотят развиваться. И главное тут, мне кажется, ключевое, это такая любовь к музыке, которая начинает развиваться постепенно. На чем все держится. Потому что если человек не особую музыку, то и любит, ну попробую там на гитаре поиграть. Не понравилось, пойду делать мебель своими руками. Ну то есть, когда вот это просто такое хобби для того, чтобы чем-то заняться. А вот люди, у которых есть внутри какая-то эта искра, они начинают, и путь их достаточно долгий. Потому что с ними вот это вот ощущение, что они прикасаются к музыке, могут ее сами создавать, могут ее играть. Вот эта вот любовь к музыке все решает. А вот у вас какие были предубеждения и страхи, может быть? Ну предубеждения, конечно, были. Наверное, самое такое основное, то обычно люди идут заниматься чем-то таким музыкой, еще каким-то искусствами с детства. Идут в музыкальную школу, потом в музыкальное училище. А во взрослом возрасте ты уже как будто бы... Мы чахнем, и нам ничего не пишут. Как будто бы, да, ты уже там зачах, и уже ты ни на что не способен. Это, наверное, один из таких страхов, что ты пойдешь, и тебя не получится. Это сложно. Ну и сюда еще примешиваются многие такие факторы, как что у тебя там работа, семья, жизнь. Надо находить на это время, как-то системно заниматься, и как это встроить в свою жизнь, существующую, тоже под вопросом. И, наверное, один из таких страхов, по крайней мере, что у меня было, что если ты в возрасте начинаешь чем-то заниматься с нуля, как, например, гитарой, ну, какой-то, как тебе будут относиться твои близкие, там, у тебя может не получаться, ты будешь сидеть, что-то брончать со стороны, будет думать. Какой страх оценочного суждения. Ну, видимо, такое, да, вот что-то такое есть. Но это вот такие вещи, мне кажется, не у многих людей есть. Ну, а что меня в этом плане смотивировало, когда ты про себя думаешь, ну, я понимаю, что мне сейчас уже 40 лет, и, в принципе, желание заниматься, играть, наверное, лет там с 20, или даже там с юношества такое было, да, вот как-то себя выражать. Начинаешь думать, вот мне сейчас 40, пошел бы в 30 лет там учиться куда-то, там, на какие-то курсы, или что-то. Сейчас бы уже играл, и что-то бы делал. При этом, если так чуть пошире подумать, то можно мысль перенести, что если сейчас тебе 40, и ты не умеешь играть, а потом тебе будет 50, и ты точно так же будешь сожалеть, что ты не пошел в 40 заниматься, то это как бы такая мысль на будущее, если ты сейчас начнешь, то к 50 годам ты уже будешь маститым музыкантом. Да, я тут хочу добавить, вдохновить слушателей, зрителей наших, вы знаете эту историю. У меня был ученик, который пришел в 78 лет ко мне заниматься с нуля, и, ну, он сказал сразу мне, что я мальчик взрослый, и если нет, так вы мне скажите, что нет, но дайте шанс попробовать. Я ему там дал стартовые упражнения, дал ему гитару на месяц, чтобы он что-то начал делать. Через месяц он приходит и играет все упражнения, которые ему дал. Я говорю, ну, вы не оставляете мне выбора. И вот он три года прозанимался и достиг своих результатов, выучил ноты, разучил по нотам свои любимые романсы, играет для своего удовольствия, сейчас ему уже за 80, и он продолжает это делать. У человека не было возможности это сделать из-за огромного количества работы, он там начальник большого предприятия был, всегда мечтал, и вот к пенсии, наконец-то. Вот, поэтому, когда ко мне приходят ребята 27, там, или, я не знаю, 25, и говорят, да, а не поздно ли я начал, я сразу привожу этот пример, и, как бы, все сомнения отпадают. Итак, давайте подытожим, если говорить про мотивацию и про предубеждение и страхи, то я бы сказал так, что никогда не поздно начать играть на инструменте, если вам по-настоящему этого хочется. Важный момент, что когда вы настраиваетесь на занятия, то обязательно нужно для себя представлять, что этот процесс будет небыстрым, и это хорошо, он будет продолжительным, потому что вы должны будете привыкнуть к инструменту, начать осознавать какие-то вещи. То есть, когда меня задают вопрос, а можно за 8 уроков научиться, за 16 уроков? За 2. Начинали торговаться, а за 24 можно? И я всегда отвечаю, что невозможно, ну, чему-то, конечно, можно, но если вы всерьез хотите освоить инструмент, это продолжительный процесс, от года точно. Вот, и это не должно вас никак отпугивать, потому что, если вы правда хотите заниматься музыкой, вам будет это в кайф. Вы просто будете все больше и больше познавать, и таких вопросов не должно возникать. И будь то игра на аккордах, или там вы занимаетесь классической гитарой, фингерстайлом, в любом случае, если вы хотите чувствовать инструмент, какое-то мастерство нарабатывать, то это от года, и вот дальше, если представить музыкальной школе, да, это происходит 5-7-8 лет, потом училище и так далее. Ну, не пугайтесь этих цифр, просто наслаждайтесь процессом. Вот, Дмитрий, как у вас? По факту, вот сейчас я уже занимаюсь 4 года, и за эти 4 года я владею какими-то техническими приемами, немножко знаю теорию, могу читать ноты там очень медленно, но я могу играть какие-то уже произведения, которые я там выучил, достаточно свободно и как бы в такой кайф, что ты от этого получаешь удовольствие. А главное выражать себя через это произведение, ну, уже в какой-то степени, да, не просто прочитать текст. Да-да-да, ну, собственно, это такое вознаграждение, которое ты получаешь, что ты можешь уже какие-то эмоции получать от игры и как-то выражать себя, владеть какими-то средствами выражения через музыку. Поэтому не ставьте себе такую цель, что я должен быстро научиться. Кайфуйте от процесса, и каждый этап будет интересен чем-то новым, всегда будет открываться новое что-то. Да, но здесь цель такая, играть какой-то, не знаю, быть профессионалом, она долгая, да, но когда ты получаешь кайф от самого процесса, что у тебя что-то начинает получаться, вдруг там у тебя пальцы не двигались, начинают двигаться, не получалось там играть музыку, и начинает получаться, вот это, собственно, приносит такую обратную связь, такой кайф, и оно начинает тебя мотивировать, как бы подзадаривать, что у тебя получается, и ты можешь двигаться дальше. И дальше перейдем к практическим таким более советам, поделимся опытом. Конечно, в первую очередь нужно выбрать первый инструмент. Выбор первого инструмента, я вот буквально несколько слов скажу, важно выбрать инструмент, при игре на котором вы будете уже получать удовольствие. То есть, если вы выбираете прям дрова-дрова, взять что-нибудь самое дешевое, чтобы что-то попробовать, это неправильный путь, просто потому что вы не получите удовольствие, и у вас будет, соответственно, негативный опыт, и неправильное представление о том, что такое вообще гитара. Если вы не хотите сразу тратить там большую сумму, школы, ну, например, наша школа дает в аренду инструмент, чтобы первое время поиграли, и когда определились, уже взяли приличный себе инструмент. То есть, я бы так сказал, что не надо брать очень дорогой инструмент. Возьмите тот, на котором приятно, который хорошо звучит, у которого есть какой-то динамический диапазон, играть удобно, все. И это достаточно. Давайте расскажем про ваш первый. Я хотел себе приобрести классическую гитару, просто потому что классика – это классика. Особо я ничего другого не знал. Выбор, собственно, пал, так как бюджет, ну, как обычно, был ограничен. Я ориентировался на такой средний ценовой сегмент. Я даже не знал, что там есть массив, там, ламинат, они чем-то сильно отличаются. Я, собственно говоря, из такого сегмента выбрал две гитары, елку и кедр. Попробовал. Ну, елка мне понравилась больше, она более такая, полегонкая, да, более поярче. Собственно говоря, я ее приобрел. И вот это была достаточно такая удачная покупка. И с этой гитарой, наверное, я три года, ну, два года прям активно только на ней занимался. То есть это говорит о том, что надо взять инструмент, на котором вы можете поиграть хотя бы год или несколько лет, чтобы был какой-то у него запас, потенциал, а не так, что вы уже научились играть какие-то вещи, а гитара не позволяет. То есть вы до какого-то предела за два с половиной года. Да, но инструмент, чем хороший для новичка, ну, как для меня вот ее персонально оказался, тем, что это достаточно хорошая гитара. Даже то, что это ламинат, это в некотором роде не минус. Когда ты берешь в первый раз гитару, ты особо не паришь всякие там увлажнители, гитары там, ведут, не ведут. Ламинат в этом плане проще за ней ухаживать, она более стабильная, ее так не корежит. Забегая вперед, да, потом Дмитрий начал приобретать разные инструменты, экспериментировать, пробовать, вошел во вкус, так сказать, и уже мы отдельно об этом расскажем. Да, но ты когда берешь гитару, вот, новичок, ты мало что понимаешь, куча-куча всяких мнений, там, видеороликов одни говорят, там, дорогую, другие говорят, там, недорогую, там, массив, не массив. Ну, в принципе, такая гитара среднего сегмента, хорошо сделанная, там, хорошие фабрики, она для новичка дает некую фору на, наверное, там, 2-3-4 года, для того, чтобы просто, ну, дойти до возможности этого инструмента, потому что все равно нужно, там, технику, звукоизвлечение, научиться на этой гитаре играть, и ее хватает, там, на 2-3 года таких активных занятий, пока ты не почувствуешь, что можно поменять инструмент и не начнешь смотреть что-то другое. Да, я бы хотел еще сформулировать основные критерии, на мой взгляд, ну, я уже сказал, что он должен быть удобный, у нее должен быть приятный тембр, ну, она еще должна строить обязательно гитара, то есть не фальшивить, потому что даже уже, там, первый-второй год обучения мы можем в какие-то высокие позиции залезать, если там фальшиво звучит, это, ничего хорошего в этом нет, вот, и плюс динамический диапазон, потому что, когда мы работаем над звукоизвлечением, и хотим, чтобы мы играли не просто все наигрывали средним звуком, а могли какой-то различный звук извлекать из инструмента, над этим сразу же надо работать, если гитара не дает таких возможностей, то, ну, получается, стопорится развитие. Ну, и такой инструмент вполне можно рекомендовать, либо аналоги в этой ценовой категории каких-то других брендов вполне достаточно. Первый шаг, который вот конкретно у меня был сделан, я себе приобрел гитару, и вопрос, как заниматься дальше, то есть можно, допустим, попробовать заниматься самому, потому что много всяких там школ, видеоуроков, курсов, да, я смотрел, какие-то начинал смотреть музыкальные школы, которые там рядом к дому, но базовые вещи, вот, наверное, если ты начинаешь играть, это исходно, как я решил, что нужно позаниматься с хорошим педагогом, потому что, ну, это просто сэкономит, в принципе, и время, наверное, и деньги, и позволит тебе быстрее начать, чтобы не сделать каких-то ошибок, и, соответственно, потом, если получается, можно там и самому начать и заниматься. Я тоже за то, чтобы начинать заниматься с педагогом, и особенно на первоначальном этапе, потому что есть такой аспект постановка рук, и когда ко мне приходят ученики, которые либо учились сами, либо, может быть, им неудачно поставили руки у другого педагога, это очень сложно, переучиваться очень сложно. Потратьте свое время и ресурсы на то, чтобы хотя бы на старте получить профессиональные советы, дальше, может быть, вы сможете как-то сами совершенствоваться, вы уже посмотрите, как пойдет. Ну, первоначальный этап, несколько месяцев хотя бы, это прям обязательно. Важно найти человека, с которым вам комфортно, который вас вдохновляет, и здорово, если он сам играет, и вы можете послушать его творчество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь мы перейдем к практической части. Это, наверное, самое интересное. И, конечно, в рамках видео невозможно рассказать все. Это происходит на уроках, можно проходить целые курсы. Хотелось бы сказать о тех вещах, без которых нельзя. Чтобы вы, когда начинали заниматься, вы могли бы свериться. Об этом со мной говорят, это мы изучаем. Значит, что вы идете, скорее всего, по правильному пути. Если представить вообще музыкальное образование, то музыка — это целая наука, и там, конечно, не только исполнительство на самом инструменте. Это только часть. Есть история музыки, есть теория музыки, есть сальфеджио, есть более сложные предметы, как гармония, полифония и так далее. Но не пугайтесь, что этого так много. Просто имейте в виду, что параллельно с освоением инструмента ваш педагог или другой преподаватель должен в том числе начинать затрагивать эти темы. Без них никак. Ну, а начнем мы с выбора первого произведения, которое вы хотите сыграть. Потому что помимо скучных упражнений должно быть что-то, что вас по-настоящему цепляет. Пускай это будет небольшое произведение, но оно вас вдохновляет, и вы должны постараться за небольшое время научиться его играть. В нашем случае это было... Отрывочек был из Пака де Люси, между двух, вот. Очень важно, я хочу еще сказать, что попробовать поиграть то, что тебе нравится, что тебе хочется, неважно из какого это стиля музыки, но попробовать ощутить и сыграть хотя бы маленький кусочек, но того, что ты хочешь, что тебе близко, и это прям начинает мотивировать и подталкивать тебя, двигаться дальше. Да, специально для этого видео мы решили вспомнить этот фрагмент, который получилось сыграть через 2-3 месяца после начала обучения. Попробуем кусочек? Да. До новых встреч! как-то так это было и конечно дмитрий это очень вдохновило что такой непродолжительный период получилось сыграть произведение не кого-то там великого пока так что выбирайте любимое произведение хотя бы фрагмент но это очень будет вас вдохновлять обязательно в самом начале вообще нужно понять как сидеть то есть посадка как сидеть и как держать инструмент посадки бывают разные эстрадные бразильцы играют так фламенкисты играют так в общем куча разных вариантов мы какой-то усредненный возьмем классический с подставкой под левую ногу тут важно обратить внимание на два момента правая и левая рука соответственно но мы начинали с правой руки и в принципе это правильно потому что можно поиграть по открытым струнам еще ничего не надо прижимать и тут очень важно понять что мы не выдергиваем звук из инструмента а что мы ставим руку в такое положение из которого комфортно играть пальцами не напрягая руку использовать полную амплитуду движение пальцев в ладонь вот а давайте сыграем упражнение которое самое первое давал на арпеджио и так далее то есть базовая арпеджио в котором мы уже играем и бас и остальные звуки используем все пальцы на и тут уже можно работать над качеством звука над контролем струны чтобы никакие не выдергивались отдельные струны чтобы не возникали никакие акценты и так далее то есть над ровностью над качеством звука и на тем чтобы в принципе рука была расслаблена и не напрягалась вот и это надо делать прям долго пока вы не почувствуете комфорт в этом деле в нюансы не будем забегать сразу перейдем к левой руке в левой руке важно понять что работают все пальцы когда мы играем не только один самая частая ошибка это что один палец прижат а остальные пальцы где-то гуляют либо под грифом либо уходит вниз либо еще куда-то первое базовое упражнение которое я всегда даю между большим и средним пальцем такое колечко и мы играем на каждом ладу пытаясь сыграть это ровно четко и при этом остальные пальцы у нас не куда-то убегают они рядом с средним пальцем вторым чтобы потом могли играть всеми пальцами на всех ладах на всех струнах обратите внимание что здесь мы стараемся контролировать чтобы пальцы далеко не уходили от струн частая ошибка что при обратном движении они куда-то далеко уходят это не просто я это упражнение продолжаю делать до сих пор когда разыгрывать за мизинцем еще можно продолжать постановка рук и базовые такие упражнения нельзя пропускать нужно посидеть на этом просто чтобы начинать чувствовать правильную механику движения и следить за тем чтобы ничего не напрягалась я бы хотел сказать про теорию отдельно потому что если вы совсем не понимаете как устроена вообще музыкальная наука что такое аккорды что такое интервал это трудно полноценно воспринимать музыку которую вы играете именно поэтому если есть возможность пройдите какой-то базовый курс по теории музыки мы вот змеет дмитрием занимаемся периодически такими какими-то заходами параллельно с гитары еще и теории я не знаю насколько это уже вам помогает но мне кажется что без этого никого ну конечно помогает потому что почему рывками потому что и исходно хочется играть и ты концентрируешься на технике на музыке но потом наступает такой момент когда ты понимаешь что тебе что-то не хватает плане теории чтобы просто понимать что ты играешь и осознанно это это делать что касается изучения нот то тут я даже не хочу долго останавливаться я считаю что учить ноты необходимо если есть такая возможность есть предубеждение что это сложно на самом деле если начать то система не такая трудно просто надо втянуться и потом вы начинаете читать музыкальный язык как любой другой язык если вы его хорошо знаете то вам просто проще осваивать новое произведение проще импровизировать и все прочее то бы могут помочь на самом первом этапе чтобы совсем с ума не сойти когда вы ищете очень долго какую-то ноту но без нот никуда и так звукоизвлечение без этого конечно никуда гитара такой инструмент что непосредственно касание пальцев струн влияет на только бы получается звук если говорить про звукоизвлечение на классической гитаре то конечно принято играть с ногтями на правой руке это многих поначалу смущает и я даже помню что дмитрий вначале не хотели вдовы по моему сходу от рачка да так для мужика отрастить ногти непривычно и неудобно в быту начинается что ты проверяется насколько по-настоящему хочется освоить это искусство но ногти не обязательно должны быть прям большими длинными здесь индивидуально у кого-то достаточно маленьких хватает для того чтобы играть в целом я бы сказал что не бойтесь небольших ногтей мы не будем прям конкретные фотографии показывать но суть в том что есть такая теория что какие-то они огромные должны быть эти ногти нет они должны быть аккуратные потому что мы всегда комбинируем звук подушечки пальца и ногтя и тогда он получается и мягкий и отчетливый и достаточно звонки при этом если один ноготь то получается такой металлический а когда этот и подушечка и ноготь то звук становится более приятным вот поэтому можно не с первых уроков но если вы настроились всерьез играть на классической гитаре ногти должны быть вот задавайте эти вопросы своему педагогу в том числе как с ногтями обращаться как за ними ухаживать и так далее и если у вас все-таки ногти уже есть то вы можете заниматься звукоизлечением на инструменте буквально покажем на что обращать внимание звукоизлечение как я уже сказал должно происходить и подушечкой пальцем и ногтем мы можем просто поиграть на первой струне например и м почередовать именно с полным движением ладонь да и тут зависит от того под каким углом какой стороной ногтя мы касаемся струны если мы хотим металлический звук то мы больше центром ногтя играем но это для каких-то специфических вещей все-таки основной звук есть разные теории но большинство музыкантов в мире до пришли все-таки к тому что мы играем в массе своей левой стороной ногтя смещается вот у меня достаточно много учеников приходит которые уже хорошо играет но им не нравится их звук если вы хотите его улучшить то ищите под каким углом вы играете это очень важно какой стороны ногти как она взаимодействует с подушечкой и нужно учиться играть и тихим звуком и усиливать динамику в произведениях нужно владеть динамикой и даже вот в этих упражнениях я советую играть один раз громко один раз тихо самого начала уже ощущать что в инструменте есть градации звука все остальное мне кажется это уже глубоко можно еще добавлю немножко про свой опыт про звукоизвлечение исходно когда я начинал думал начать заниматься на гитаре она для меня представлялась достаточно простым инструментом что значит корпус 6 струн одним пальцем нажимаешь на лад другим дергаешь хотя получается звук и в этом плане например даже фортепиано рояль казалось достаточно сложным инструментом там и педали там большая клавиатура по факту когда начинаешь заниматься для меня было таким целым открытием что гитары в этом смысле гораздо более богатый и разнообразный инструмент потому что один и тот же звук можно брать острее мягче и плотнее можно брать его в разных местах очень много тембровых получать разные да тембры играть приемами легато в том числе не только правой рукой а в том числе и мягенько срывами и в этом плане гитара очень такой инструмент который таит себе большие возможности для какого-то там выражения и звукоизвлечения поэтому обращайте внимание на звук на то как вы его извлекаете если вас что-то смущает вашем звуке то обязательно задавайте эти вопросы своему преподавателю постарались вам рассказать немножко про такую именно техническую кухню но все-таки цель этого ролика рассказать про путь ученика и про то как с этого пути не сойти поэтому сейчас мы вернемся к мотивации очень хочется чтобы вы прошли этот путь с удовольствием поэтому какие вспомогательные вещи есть чтобы оставаться в струе чтобы не терять это вдохновение я бы не сказал что прям такие вспомогательные если тебе интересны и ты начинаешь заниматься даже есть начинаешь делать какие-то простые упражнения например играть просто такое упражнение то оказывается что особенно вот верхняя позиция здесь да расстояние между водами большой и тебе не хватает растяжки либо берешь какой-то аккорд который тебе показывает преподаватель и у тебя просто так руки все изгибаются и скорячивается тебе кажется это невозможно просто сделать а по факту 1 2 3 буквально дня ты пробуешь и у тебя вдруг начинает получаться и она тебя мотивирует что ты еще вчера не мог позавчера буквально два-три раза по упражнялся там два-три дня и ты уже можешь какой-то брать аккорд играть какую-то там гамму какой-то фрагмент музыкальный и ты понимаешь что ты можешь двигаться дальше через буквально относительно короткое время это уже становится таким автоматизмом и ты начинаешь играть вещи гораздо более сложные которых ты думал что вообще не можешь этого делать вот это прям сильно мотивирует а я бы еще хотел добавить что очень важно находиться в музыкальной среде которая формирует что не один в этом океане музыки и у тебя возникают сложностями с которыми ты не можешь справиться и так далее постараться окружить себя людьми которые тоже любят музыку которые тоже осваивают инструмент поэтому если ты в школе занимаешься в каком-то сообществе совместные концерты какие-то это уже здорово дмитрий уже участвовал на концерте это был наверняка волнительный опыт но мне кажется это объединяет и как-то придает сил опыт да конечно волнительный потому что одно дело играть для себя а другое дело когда ты пробуешь выступать но в среду просто ты мне кажется автоматически погружаешься потому что начинаешь искать каких-то гитаристов которые что-то играют интернета открываешь целый мир потом оказывается что можно ходить на концерты что достаточно известный по всему миру гитарист приезжают в россию давайте расскажем это же интересно суть в том что я обучался у известного испанского гитариста хосе мария гальярда дель рея в испании в свое время это было давно порядка десяти лет назад после этого мы не виделись живьем с ним и тут он приезжает в москву играет на фестиваль в концертный зал заряде и мы вместе едем туда и мы идем на этот концерт слушаем восхитительно на мой взгляд на меня это было огромным удовольствием давно я не слышал такого уровня гитаристов на сцене он играл с оркестром играл разную камерную музыку свою это было огромное впечатление после концерта мы зашли хосе-мария за кулисы и я увидел его живьем и вспомнили как это все было когда я у него обучался в общем была такая встреча и дмитрий тоже присутствовал тоже пообщался тоже пообщался и я думаю что вот такие встречи с большими музыкантами вдохновляют тоже учеников это можешь посмотреть зрительного зала до на сцене большого музыканта это конечно и еще после этого с ним пообщаться это окрылять меня во всяком случае это окрылило сильно я бы сказал продолжайте слушать всегда других музыкантов ищите каких-то интересных исполнителей и пианистов и оркестры и чаще ходите на живые концерты это будет вдохновлять не засиживайтесь вот в своей комнате только там со своим инструментом выходите и получаете вдохновение извне и так вы освоили основные технические приемы как-то продвигаетесь по теории ходите на концерты и уже сыграли там несколько произведений в которых контролируете и звукоизлечение все о чем мы говорили неизбежно через какое-то время возникает желание обновить инструмент потому что каждая гитара это какие-то новые возможности краски и мы чуть-чуть расскажем о том как это происходило у дмитрия как я это вспоминаю как у меня было когда у тебя есть инструмент в принципе нормально на котором можно хорошо начинать заниматься то его хватает наверное на там два-три года и когда нарабатывается какой-то опыт и знание понимания такое что ты начинаешь чувствовать разницу между разным звукоизлечением чувствовать как бы струны инструмент то неименуемо тебе хочется пойти что-то попробовать другое ну вот по моему опыту раньше этого все равно тебе не захочется идти там на чем-то играть для ты не поймешь да 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 именно потому что не поймешь не сможешь почувствовать эту сильную разницу вот при этом естественно если тебе нравится ты смотришь я есть гитары такие мастеровые фабричные там дорогие дешевые интересно услышать разницу между ними там струны карбонный нейлон такой прогружаешься до погружаешься вот но ты должен дойти до код уровня к ты начнешь чувствовать что вот эту разницу вот своими пальцами своими руками и тогда тебе захочется поменять инструмент я играл на вот этой гитаре начальной своей первой наверное два года и следующее что я поменял это испанская гитара массивная пруденция до сайтс массив ну когда играешь на найти конечно хочется попробовать массив что такое массив артикулируем с ламината перешли первый раз на массив да и уже услышали качественные да ты понимаешь что есть разница ну и соответственно дека была ель а то гитара была кедровой и ты начинаешь чувствовать разницу и начинаешь ощущать то что разный гриф разные там тембральные окраски у этих инструментов и следующее что у меня было что мне хотелось играл на двух классических гитарах вот но захотелось попробовать привлекает фламенко как как по себе да вот сам жанр да ты играешь на сосне с палисандром на кедре и мне захотелось попробовать вот именно что такое фламенко с особым звуком с другим деревом и следующая гитара которую мне появилась мне пришла рассылку так получилось что писала ссылка тоже от гитарного клуба я увидел эту гитару фламенковую чем они отличаются такая классическая то что она сделана из кипариса когда ты видишь просто вот это вот дерево с фактуры этого кипариса она как бы так то есть фламенка и бланка и фламенко негро для тех кто захочет углубиться да но вот это бланка она она классика и я просто даже и увидел по картинке влюбился в нее пришел увидел понял что она где взять попробовать вот еще она так пахнет кипарисом это звук конечно тембральный у него другой вот и гитары вот ну вот я такую свою мечту реализовал и и можно с вами поменять расскажу да многие не знают чем отличается классическая гитара от фламенко гитара помимо того что материалы другие это еще и внутренняя конструкция в этом есть различие ну и характер звука он более перкуссивный то есть у него атака быстрее что можно было играть быстрые пассажи прием пикадо можно себя в новых направлениях искать не только в классической музыке ну и других жанрах не только кстати фламенко можно играть на ней бусанова еще какие-то жанры классический репертуар тоже на любителя у нее немножко другой тембр более такой прозрачный открытый я это воспринимаю как фламенковая гитара когда играет она где-то ощущается вот здесь в груди у тебя легкая прозрачная такая музыка когда играет классическая более такая тембристы басовитое ты и чувствуешь как-то более глубоко вот на уровне живота и она такие более такие что ли глубокие ощущения у тебя создаем и на этом дмитрий не остановился так сказать вошел во вкус и приобрел буквально еще через несколько месяцев еще один инструмент на этот раз уже мастеровой сейчас поменяемся и вы расскажите про свое последнее приобретение гитары тоже мастеровая испанская мастер у нас густава адольфа феррер это на самом деле одна из моих гитар до которая теперь досталась ученику перешла почему ее взял потому что хотелось почувствовать разницу между фабричными инструментами и мастеровыми не может быть наверное музыканта одной какой-то гитары которая одна единственная вот у меня уже сейчас получается на опыте в принципе четыре гитары в чем такой некий кайф ты когда начинаешь играть на одной гитаре потом берешь другую то начинаешь чувствовать что эта гитара играет так другая гитара с другим тембром ты начинаешь чувствовать как бы разные возможности звукоизвлечения и вот наличие хотя бы ну наверно двух инструментов разных по своим каким-то качествам у того кто обучается она способствует более быстрому прогрессу динамики в освоении уже каких-то более сложных приемов таких как это выразительности игры применение там разной техники звукоизвлечения потому что начинаешь чувствовать что на одном инструменте это что ты работаю до работает ваш другом так мне хотелось бы мастеровую гитару как некий такой уже как бы так высокий уровень да вот но по факту оказалось что наверное для вот начинающих мастеровая гитара это не самый такой как бы лучший вариант сразу дополнительные испытания потому что больше еще контроля над звуком требуется потому что них наверно больше возможностей но они более чувствительны ко всем ошибкам ко всем каким-то недочетам и то что у тебя звучит хорошо на гитаре такой обычной фабричной на мастеровой начинается слышатся все как бы ошибки как ты там цокаешь пальцем как ты струны всякие призвуки можно такое сравнение привести как начинаешь с комбиком играть до этого ты играл на акустической гитаре в акустику без подключения потом подключился и каждое твое движение каждый твой шорох и вот так же хорошо слышно как наверное но это с другой стороны заставляет тебя собираться и более внимательно относиться к игре звукоизвлечения и после какой-то некоторые игры на вот гитаре такой сложный гитарах более простых у тебя уже такое качественное получается продвижение я от себя хочу добавить что да на определенном этапе не ограничивайте себя пробуйте разные инструменты например у другого какого музыканта или ученика возьмите попробуйте как выучить у него или придите в магазин в гитарном клубе огромные выбрали выбирайте любой магазин чтобы просто экспериментировать и это дает дополнительную мотивацию вдохновение потому что бывает играешь на одном и том же инструменте и как-то все это одно и то же я вот по себе скажу недавно приобрел новый инструмент мастеровой и у меня как будто новое новый виток в творчестве начался потому что вроде и хорошие инструменты у меня но как будто хочется чего-то нового обновиться я думаю что на этом наш ролик подошел к концу надеюсь что мы нашим разговором сумели все-таки вдохновить занимайтесь музыкой не бойтесь начинать и этот путь очень интересный обязательно пробуйте и всем успехов на этом пути